Здравствуйте, меня зовут Пратрий Тюмен, я художник. Я, поскольку не профессиональный образователь, то я через исследование, просто практика пытаюсь понять вообще, как это работает. У меня нет такого опыта, чтобы я знал, что вот эта последовательность действий приведет к тому, что человек изменится. Потому что, наверное, в целом я бы считал, что образование – это практика по изменению человека. Тут сразу возникает вопрос, что такое изменить человека, то есть он должен ли начать вести себя по-другому, или он должен открыть что-то в себе, что он не знал, или он должен узнать что-то о внешнем мире, что поможет ему проартикулировать то, что он до этого как-то предчувствовал, но не мог сказать. Ну, потому что, если ты не знаешь, что есть слово для чего-то, например, какое-то понятие, я уже не говорю про те вещи, что ты не знаешь, что есть люди, которые пользуются всеми этими понятиями, вообще-то они твои друзья кармические, потому что ты находишься в другой среде. Если, несмотря на все-все-все вот это, то я не знаю, как образование работает. А опыты, которые я получал, насколько у меня была возможность поговорить и посмотреть на рост людей, ну вот сейчас получается 4 года, и каждый год это в целом там около 30-50 человек, такие группы. И я, наверное, единственное, что могу сказать, что в целом никто вообще никак не меняется. Люди оттачиваются, люди за какое-то время становятся все больше и больше теми, кем они должны были быть. То есть, наверное, в этом смысле я бы сказал, что образование – это такой, как бы, способ очищения от лишнего. И просто, видимо, механика очищения такова для человека, что нам нужно получить больше чуть-чуть знаний, представления о мире для того, чтобы самим, как бы, стать, с одной стороны, более сложно структурированными. А что это значит? Это значит, что... Мне сейчас придется еще один сделать крюк. Простые системы состоят из, самые простые, да, из каких-то небольших, больших, но очень ясных кусков. Три-четыре, как бы, элемента. И вот мы знаем, что это красный, это синий, это холодный и твердый. И вот это описывает наше представление о каком-то предмете. Если мы захотим, как бы, стать профессионалами в области изучения такого предмета, мы должны принаблюдать так много таких предметов, сколько найдем, чтобы начать различать градации синего и красного. Например, внезапно выяснить, что красный – это вообще не то, что мы думали, а это просто горячее означает. Это поставит вопрос, хорошо, а почему тогда он такой холодный и какие градации бывают у этого холодного? Мы должны начать в какой-то момент проводить границу между тем, что вот это количество красного и холодного перестает уже быть параметрами вот этого предмета, и вообще-то, как бы, он отделяется на второй. И тогда ты уже должен принять решение, вот этот второй, как бы, появившийся, просто математически вышедший новый предмет, как бы, с этими параметрами, он все еще привержен, вот, ну, притяжен каким-то образом к этому, или это какая-то вторая, вообще, сущность. Да, то есть, по сути, образование – это возможность прокартировать вместность, а это тоже, как бы, означает, что ты должен наложить какую-то сетку. Это все очень про разрешение и экранов, и масштабов, как бы, если ты все можешь, если тебе все ясно, как будто это очень четыре большие, там, я просто смотрю сейчас на ту сетку, которая стоит у стенки, вот календарь – это же карта, вот она поделена на такие большие квадраты. Ты, как будто, себе представляешь для удобства, что месяц – это, там, тридцать квадратов. И, в целом, в таком виде, например, планировать, быть человеком, знающим месяц очень легко, потому что у тебя тридцать ясных вещей. Для простоты навигации ты их поделил еще, там, на четыре группы, на четыре группы по семь квадратиков, да. Но, в целом, это никак не описывает то, что будет с тобой происходить, потому что каждый квадратик еще делится потом на двадцать четыре часа, на минуту, на секунды, и одна секунда у тебя может вообще перечеркнуть, как бы, весь твой месяц, или, наоборот, сделать его невероятным лучшим. Так что ты вообще теперь никогда больше не будешь знать ничего никогда о календарях. Откажешься от календарей, как бы, и скажешь, что все, там, жизнь – поток. И, соответственно, возвращаясь к вопросу – образование, наверное, это способ каким-то образом прокартировать реальность и в момент картирования выяснить зоны, в которые ты ходишь, в которые ты не ходишь, зоны, которые есть и влияют на те зоны, в которые ты ходишь, и что ты с этим будешь делать, это уже твой выбор. Но, соответственно, почему я начал с того, что, как бы, я не очень понимаю, как работает образование. Если тебе не охота картировать, если ты не знаешь, зачем тебе картировать, то ты не сможешь использовать, скорее всего, эти инструменты. Потому что я верю в интерес, я не знаю, откуда берется интерес, я не знаю, можно ли научить человека интересоваться чем-то. Мне вообще, как бы, это никак не очевидно, я не знаю такого инструмента. Но также я знаю, что если человеку интересно и у него нет доступа к нужным инструментам, то у него, может быть, как бы его путь будет чуть более долгий, чуть более тернистый. Ну, в смысле, что ему придется использовать такие инструменты для того, чтобы добиться и узнать что-то, прокартировать самому. Вот это некоторая местность не теми инструментами, которые для этого сделали другие люди, которые пошли эволюционно. Поэтому у него это может получиться чуть более криво, не так точно, как уже есть вообще где-то в мире, но он куда-то туда дойдет. И когда-то, как бы, выяснится, что, вау, ничего себе, он был прав. И, наверное, весь институт обучения связан с тем, что есть какие-то люди, которые что-то выяснили о том, как устроен какой-то там кусок мира, разложили его на какие-то полочки. Между собой глобально говорили, что эти или эти полочки называются как-то так. А вот эти отвертки, которыми мы там ковыряем здесь, и вот эти винтики, которые мы сюда должны прикрутить, чтобы это не развалилось, чтобы был какой-то более-менее воспроизводимый опыт, опять-таки, просто для исследования, для познания. Он делает весь процесс самостоятельного в этот момент обучения намного более простым у тебя, потому что, если появляются вопросы, ты не знаешь, как туда дойти или как обвести вот эту зону, как ее назвать, ты, наверное, как бы можешь предположить, там, у кого спросить. Но, опять-таки, для того, чтобы спросить у кого-то, ты должен знать, что ты хочешь спросить. Но ты должен хотя бы не точный вопрос знать, потому что точный вопрос, он уже сразу ответ. Ну, и с ними-то как раз не бывает проблем. Бывают проблемы, когда ты предчувствуешь вопрос, но ты не можешь найти форму вопроса. Тогда тебе приходится задать очень много вопросов вокруг. Не факт, что из-за того, что если там вопрос вот как за моей спиной, кружок, как бы я могу вот здесь спросить у одних, здесь у других, там я чувствую, что надо задать какой вопрос, но я не знаю, не могу туда дотянуться к тем людям, которые мне оттуда дадут. И потом, когда-то, создавая много, с разных сторон вопросов, наверное, ты поймешь какой-то, как бы, нужный тебе ответ. Ну, вот получишь его просто, опять-таки, какими-то вычислениями. Но невозможно это сделать никак, никаким другим способом, кроме как самому, потому что все люди задают себе разные вопросы, и нельзя прийти и спросить профессионала вот в одной вот этой области, что он думает по поводу твоего вопроса вот тут в центре, потому что он вообще ничего о нем не думает, ему вообще все равно, у него центр в другую сторону вообще уходит. И, соответственно, возвращаясь к картированию, образованию и всем остальному, это какая-то очень личная задача знать у кого из людей какие центры, чтобы задавать им более правильные вопросы. Но только так ты можешь, когда в какой-то середине, наверное, попробовать подобраться. Вот что я думаю об образовании. Нужно ли экономить время? Сам по себе, сама по себе практика, деятельность, экономия, чего бы то ни было, она тоже вызывает вопросы, потому что в каком-то смысле, наверное, если ты чего-то экономишь, ты заведомо, ты с одной стороны можешь быстрее в случае со временем, да, ты потратил не 10 часов, а потратил 15 минут, соответственно, ты вроде как быстрее дошел, но я уверен, что есть процессы, которые опять-таки связаны с изменениями, а мы начали с того, что там образование, там это изменение человека, не изменение, что это вообще за тип пути, что ты можешь, если ты хочешь поехать, как бы ты на даче и хочешь поехать купаться на речку, ты можешь взять такси и за 50 рублей за 5 минут доехать на речку, потому что ты едешь купаться, да, машина тебе поможет добраться быстрее и ты можешь возьмешь с собой больше бутербродов. Если ты хочешь пойти купаться на речку, но твоя глобальная цель хорошо провести день, да, хорошо тоже, как я понимаю, категория странная, но интересно, увлекательно провести день, возможно, тебе лучше пешочком пройти 2 километра по лесу, параллельно с этим, у тебя бутербродов не будет, да, ну и один, не 10 будет, да, зато ты там наберешь ягод, увидишь, как жучок, как бы, первый в этом году, как бы, полетел строить себе дом, встретишь грибника, который подарит тебе самый большой гриб в твоей жизни и ты, может, на речку даже не пойдешь, может быть, это уже вообще будет не нужно, как бы, закончить тем, что с друзьями строите шалаш, там снимаете видео про ведьму в лесу и потом, как бы, вы это видео выкладываете в YouTube и потом из YouTube вам звонит Спилберг, как бы, вот просто через YouTube комментарии оставляет, да, и ты уже оказываешься где-то вообще в другой части мира, просто потому, что, как бы, предпочел поехать не на такси, а предпочел процесс, но тоже, как бы, это же про экономию, и тут, как бы, есть обратный момент, что, как бы, может быть, это было следствие тоже экономии, но только экономия не времени, экономия ресурсов, я, как бы, вот 50 рублей просто не хотел тратить на такси, но если, тут возникает из этого тоже в другую сторону выход, если я считаю, что моя экономия, которую, как бы, сейчас я делаю, можно делать экономию, заключается в том, что я ущемляю себя в каком-то смысле, то есть, как бы, я 50 рублей сохранил, но зато, вот, приходится, блин, по этому лесу, как бы, перед, как бы, и дорога неприятная, и жарко, вообще, и комары кусают, как бы, лучше бы я поехал, но, как бы, ну, то, конечно, тебе будет немножко не до ягод, тебе будет вообще все равно, что там делать, какой жучок, ты просто не увидишь его, ну, и какие ветки, ребята, слезьте, какие ветки, там, как бы, мы купаться идем или не идем, это тоже каком-то смысле, понимаешь, про экономию, поэтому у меня много вопросов к слову экономия, а экономия времени, как бы, вообще, есть некоторые моменты, которые, хочется, чтобы они бесконечно тянулись, и просто некоторые, я когда начал делать ручками, учиться делать ручками, картинки, вот это все, я-то, конечно, чуть по-другому начал смотреть на время создания, потому что компьютер позволяет тебе сделать очень много, быстро, по сути, на такси его проехаться, но из-за этого теряется некоторая глубина у наблюдения, потому что нарисовать большой черный кружок на компьютере, будет модель сегодня, как бы, это очень легко, это нажать кнопочку, потянуть, как бы, и у тебя большой черный кружок, идеальный черный, но проблема будет с ним в том, что он никогда не будет настоящим в этот момент, кружком, потому что здесь не будет цвета, здесь будет просто, как бы, компьютерное знание о том, что это, как бы, единичка черненькая, тут снаружи ноль беленькая, и здесь не будет нигде, никакой точки, как бы, на поверхности, потому что это все будет формула, которая описывает идеально этот круг, если ты захочешь сделать его вот каким-то, как бы, чуть настоящим, тебе придется уже, как бы, тут его специально корежить, что-то делать еще, рукой, но ты не можешь сделать, как бы, идеальный этот круг, и заштриховать ты идеально его не можешь, У тебя все равно будет след от кисточки, от прошкрябывания ручки, еще чего-то. И это сделает его... Ты потратишь очень много времени. Ты потратишь час, чтобы заштриховать эту штуку. Но что будет с тобой происходить в этот момент, пока ты будешь этим заниматься? О чем ты будешь думать? Какой у тебя будет из-за этого результат? Это будет в том числе частью рисования этого кружка. В этот момент становится уже не нужен. Нужен квадрат следующий. Ты уже заштриховывал кружок, думаешь уже о следующем квадрате. Здесь тебе просто нужно доделать, чтобы увидеть. Потому что пока ты не доделал, ты не знаешь. Ты не перешел вот эту черту до и после. Поэтому я вообще, наверное, считаю, что глобально существует только практика. Можно, наверное, думать о разных вещах очень долго. И, наверное, есть люди, которые профессионально думают. Наверное. Но со мной работает так, что любое планирование, более сложное, чем возьму я сейчас капучино или эспрессо, и это не всегда работает. Любое планирование, когда ты выстраиваешь цепочку. Что значит планирование? Это примерно как я сейчас пытаюсь описывать слова. Если так, то так. Если так, то так. Если так, то так. Ты прокурсировал какую-то штуку. Составился идеальный план перемещения. Но просто не учел, что на третьем шаге вообще все пойдет не так. И ты уже никогда не окажешься в том конце. Но звучало идеально. Это примерно как зайчик из Винни-Пуха, который себе составлял расписание на год вперед. Который абсолютно нервозен от того, что он пытается все планировать. Мне интересно, что скорее всего, я никогда не думал, насколько это понятно детям. Дети смеются, например, от кролика, потому что думают, что он все может предвидеть. А дети в курсе, что они ничего не могут предвидеть. Либо они смеются просто потому, что он смешно нарисован. Я никогда не думал, что дети думают о времени, о планировании. В том числе про экономию, про время и про попытку просчитать чуть-чуть вперед. Есть, наверное, случаи, когда долгосрочное планирование. Я смотрю на это все не как на то, что возможно придумать такую череду поступков, которые абсолютно точно тебя приведут к результату. Сколько я, наверное, планирования воспринимаю как некоторую интенцию. И вот в интенцию я верю, потому что она для меня напрямую связана с вниманием. А внимание напрямую для меня связано с образованием, а также с деланием, а также с думанием. Потому что внимание идут к вопросу про сэкономить такси, лес и все остальное. Внимание – это процесс, напрямую связанный со временем. Ты не можешь быть внимательным в секунду. Если ты внимателен в секунду, а в другую секунду ты внимателен в другую сторону, то ты ничего не можешь зафиксировать. У тебя не хватает просто информации для глубины анализа того, что происходит, чтобы знать, что же на самом деле там происходит. Если ты наблюдаешь какой-то объект, который меняется, ну, допустим, хорошо, ладно, я смотрю на цветок, он меняется, но не так, чтобы уж очень быстро, но вообще на то же вопрос. Но если я смотрю на объект, который меняется раз в 15 секунд, то если я пронаблюдаю его только 7 секунд, я никогда не узнаю, что на 16 секунде – это вообще другая вещь. И это значит, что я неправильно в этот момент прокортирую вот этот кусок моего восприятия мира. А это значит, что я не смогу его использовать. Значит, что если я буду считать и использовать его в своих расчетах для планирования, и мой шаг будет основан на том, что на четвертом шаге я обращусь к вот этому предмету, которому я знаю 7 секунд, я, скорее всего, обломаюсь. Но, скорее всего, ничего не произойдет, просто потому что я буду очень переживать, потому что я не… ну, как же так? Я точно 7 секунд смотрел целых на себя, ты был такой, а вот ты как бы, ну, просто 16 секунд не посмотрел. И, наверное, еще что меня больше всего в этом как бы увлекает, что не важно вообще на что смотреть. Ну, то есть можно смотреть на тот же самый цветок и 3 часа. Но что за процесс идет, опять-таки, в голове, когда ты можешь смотреть на цветок как бы бесконечно долго, о чем ты можешь думать, можешь ли ты узнать какие-то законы природы. Это же тоже очень сильно про, ну, про размышления, и это все равно работа, потому что ты можешь начать разглядывать раскраску листьев, понять, почему она такая, сравнить в памяти с другими цветами, которые ты знаешь, сравнить с формой листьев, понять, где он находится, понять, почему это так. Несколько раз удивиться от того, как удивительно, прекрасно, как бы гармонична природа, и тебе будет неважно, ты будешь ходить, и, например, если ты ботаник, ты можешь описывать все, что угодно, ты можешь описывать людей через цветы, ты будешь говорить, что вот это дуб, а вот это какая чудесная лилия, вот это какая-то особенная, да. Не любая лилия, да, то есть, как бы вообще, как бы, там говорить, вот вы такая лилия, как бы, это, конечно, как бы чудесно, но, как бы, еще больший профессионал назовет конкретный вид лилии, который она и скажет, нет-нет-нет, вот только вот это, потому что вообще, возвращаясь к вниманию и профессионализму, и образованию всему остальному, различие полутонов, и делает тебя более, прости за тавтологию, образованным в чем-то, то есть, как бы, вот это, как бы, различие микрограниц, знаешь, как системы измерения, там, вот раньше можно, как бы, достаточно было померить что-нибудь, там, локтем, как бы, потом можно было, там, метр, как бы, можно сантиметром померить, потом миллиметром. Окей, как бы, сейчас мы на таком уровне развития, что миллиметром, как бы, мерить бессмысленно, потому что это слишком грубая величина. Миллиметр, это локоть нового времени, мы не можем, то, чем мы пользуемся, не измерять в миллиметрах. Для того, чтобы этот такой, как бы, процесс, как произошел, как бы, нам нужно было очень долго сначала, как бы, наблюдать за тем, как работают локти и понять, что, извини, как бы, вот это, как бы, я тебе дал, как бы, ты померил их своим локтем, у тебя там 15 сантиметров больше, как бы, ты мне забрал столько шкуры, как бы, я тебе дал вот столько камней вот этих прекрасных, как бы, давай-ка, как бы, по-другому, давай, как бы, найдем еще какой-то способ более универсальный, более точный, чтобы мерить что-то вокруг нас. Это тот же самый же процесс, это увеличение разрешения. То, что, как бы, у нас сейчас ретина в телефоне, а не Nokia, как бы, с 50 на 40 пикселей, как бы, это тоже просто следствие времени, это не победа технологии, это не проськи катемберийского масс-маркета, который должен нас развлекать, это просто следствие того, что наш мир постоянно усложняется, увеличивается, распадается, и я, вообще, как бы, я, ну, как бы, у меня нет уверенности, что доисторический человек, как бы, что там не были у него атомы вот такого размера, знаешь, он просто, может, кидался ими, как яблоками, как бы, в этих, в ящерицах, ну, потому что, как, ну, такое, как бы, наверное, мне всю жизнь казалось, что, как бы, должен быть какой-то и учитель, где я прихожу, ему обязательно поклон, ну, как я в книжках читал и в фильмах видел, вот, у меня такая, он посмотрит, конечно, практически ничего не сделал, скажет слово какое-нибудь там, и я должен раскланяться, выйти, как бы, и понять все, но, не, наверное, у меня такого, такого события не было, я думаю, что есть очень какой-то специальный круг людей, которых я знаю, больше или меньше, а из-за того, что по каким-то тоже непонятным причинам мне очень интересно с ними общаться было или наблюдать, как они вообще ведут себя в жизни, я, наверное, мог волей-неволей копировать какие-то куски поведения, просто потому что есть, было вот это разделение, как бы, интереса, пусть даже, как бы, не названного, да, потому что, мне кажется, что вообще, как бы, это отдельная целая история, как люди между собой дружат, почему они общаются, и почему с некоторыми можно, как бы, вообще ни о чем не разговаривать и быть абсолютно, как бы, влюбленными в друг друга, с некоторыми, как бы, можно разговаривать, но абсолютно бессмысленно, где есть граница между тем, что у тебя есть контакт и кликнуло, нет контакта, ничего вообще нет, как бы, где ты ставишь человека внутри своей, вот этой, опять-таки, цепочки взаимодействий с миром функционально, да, где у тебя появляется эмпатия, и что, все вообще, как бы, отдельный большой слой неизвестного, но, наверное, опять-таки, учитель, как бы, для меня, это понятие такое синтетическое, много разных людей, которые что-то делают, если, опять-таки, у тебя есть интерес, есть внимание, если ты понимаешь, куда ты хочешь прийти, ты просто вдруг видишь, что какой-то человек, возможно, идет в эту сторону, а, возможно, он занимается вообще своими делами, но у тебя кликнуло, что ты должен использовать такую же механику, которую он использует для своих дел, и понять, что ты можешь применить ее для своей, по сути, работы, и в этот момент он, конечно, автоматически становится твоим учителем, потому что он передал тебе знания, нужно ли, что из этого активный процесс, передача знания или получения знания, неизвестно, должен ли человек, который отдает знания, быть в курсе, что он отдает знания, неизвестно мне, а должен ли ты осознавать, что ты получаешь сейчас знания, тоже вообще, как бы, непонятно, ты можешь получить знания, вообще, как бы, не понять, как бы это, потом, как бы, использовать его на голубом глазу спустя полгода, сказать, вот вообще, придумал, ничего себе я придумал, нет ответа, потому что и так, и так, и так может быть, и это все, и это все честно, наверное, опять-таки, если мы говорим, как вы говорили вначале про институции, наверное, существует система, ну, должна автоматически быть ребят, которые дольше за всем наблюдают, наблюдают с какой-то конкретной стороны, и тогда они становятся учителя, просто как профессионалы в области наблюдения за какими-то предметами, и если ты вдруг оказался в такой момент своего развития, что понимаешь, что тот, те инструменты, другая, там, теория, как бы, какие-то размышления о предмете твоего интереса не, уже, как бы, тебе не поддаются, ты не можешь понять, куда тебе копнуть, наверное, тогда есть смысл прийти и обратиться к такому человеку, но ты должен в этот момент быть достаточно смелым, потому что с большой вероятностью он скажет, как бы, что это просто абсолютно, ну, такого вопроса просто быть не может, как бы, иди переформулируй, потому что я вообще не понимаю, ну, то есть не имеет отношения, или он ответит что-то, что имеет отношение к его мыслям сейчас, или как он услышал, как бы, твой вопрос, да, нет, в этом смысле я немного перестал доверять, наверное, советам, потому что люди, когда дают совет, они, скорее всего, отвечают на какие-то свои вопросы, и это тоже, как бы, напрямую связано с моими вот этими четырьмя годами, как бы, ну, то есть я не уверен, ну, как бы, отвечаю на вопрос студента, отвечаю на свой вопрос, какое отношение это имеет к тому, что он на самом деле хочет спросить, потому что вообще, ну, мы знаем цепочку, как бы, беседы, коммуникации, да, она очень сложная, я подумал, как-то смог, как бы, произнести, тот как-то смог это услышать, и как-то смог это воспринять, и за эти четыре шага, как бы, все могу настолько, как бы, по-другому, как бы, поменяться, что, что нет у меня ощущения, что люди, на самом деле, как бы, хорошо умеют, обладают информацией в должном виде, и это напрямую связано, как бы, с фигурой учителя, я вот говорил про эмпатию, про все остальное, потому что, когда это не про логику, когда это не про умысел и вот информацию, а когда это про какую-то тенденцию, там-то нет как раз никаких вопросов, у меня там ноль сомнений, у меня ноль сомнений по поводу эмпатии, у меня ноль сомнений по поводу любви, по поводу понимания людей по глазам, по поводу того, что, опять-таки, вы можете разговаривать с человеком вообще, как бы, о бесполезных каких-то вещах, но ваша беседа настолько информационно насыщена, что фонит, и ты все в этот момент знаешь о том, как устроено, а вы друг другу не говорите ничего полезного, соответственно, как бы, вот это полезное знание и вот эта фигура учителя не исключено, что это тоже наш масс-медийный конструкт, я не говорю сейчас за весь мир, мне просто кажется, что в нашей, как бы, европейской, как бы, части, это, скорее всего, так, потому что, потому что про восточное я ничего не знаю, а обычно, как бы, дядька, как бы, на горе, это восточная культура, ничего про нее не знаю, кроме того, что, когда решил серьезно на нее посмотреть, спустился в Эрмитаж, там, в одном из них же зал, в огромной же коллекции всего этого, я поймал себя на мысли, что я, честно говоря, смотрю, вот, как если сняли бы в Голливуде фильм про инопланетян, и потом была бы выставка про все костюмы, артефакты, которые там делали, это было так, я понял, что на самом деле я не знаю значения ни одной вещи, я не понимаю формообразования ни одной штуки, и я смотрел на абсолютно инопланетный мир, и я вышел тогда с таким, конечно, как бы, странным ощущением, мне очень много про разницу культур, в каком-то смысле, стало понятно, вот, как бы, в такие вот архаичные, то, что оно только сейчас все смешивается, это все очень понятно, и, опять-таки, это просто следствие того, как мы обмениваемся информацией, там, интернет, и маленькие кусочки, как бы, рассыпаются, как бы, здесь они как-то синтезируются в новые, как бы, и там уже примерно как-то неважно откуда, что взято, как бы, что-то новое получилось, а вот, когда что-то такое хатоническое торчит, ты очень хорошо знаешь, откуда это. Мне моя подруга научила трем степеням верификации информации, и это очень важно, я как знание должен, единственное знание, которое я могу передать, есть три типа верификации информации. Сам видел, хлопцы сказали, и думаю, что. Думаю, что все настоящие, хорошие, чистые вещи, они одновременно, настолько простые, ну, ясны, но настолько многосложные, что о них вообще можно ничего не знать. Ты просто, ну, не знать в смысле умом, ты их там чувствуешь, ты, они часть тебя, они часть того, что у тебя нельзя забрать, нельзя у человека забрать веру, потому что вера иррациональна. Человеку нельзя объяснить, как бы, что он не человек, это его, там, первая вера, да, то есть, как раз объяснить то, что не человек, это, ну, все смотрели «Игры престолов», да, помнишь там, долго человеку объясняли, что он не человек. Это же, как бы, очень большой символический, как бы, момент про очень, это может быть самое жестокое, что было, честно говоря, во всем фильме, потому что все остальное понятно, что там, ну, силиконовые эти куски, как бы, разлетаются, а тут, как бы, показан был планомерный, как бы, ну, понятно, что сейчас. Вот, так, соответственно, как бы, самые важные вещи не нуждаются даже в назывании, либо не могут быть названы, потому что они, опять-таки, настолько всем ясны и настолько сложны, что непонятно, как их назвать. Ну, потому что сейчас с этой стороны мы можем назвать вот это вот так, ну, как бы, перемигнете, как бы, поймете, что, вообще-то вы говорите как бы об этом, просто сейчас ваша беседа о том, что вы с этой стороны на это смотрите. А те вещи, которые требуют очень досконального и сложного, как бы, вот, названия, как бы продумывания, вот уже нет ощущения, что это такие настоящие конструкции, потому что как бы они не требовали бы такого долгого очищения себя от лишних смыслов. Ну то есть это разные процессы. Я понимаю, что сейчас я противоречу тому, что говорил как в начале, но у меня удивительным образом это не вызывает внутреннего противоречия, потому что опять-таки синтетические конструкции, они удивительны тем, что ты можешь усилием воли заставить, опять-таки сейчас я про знания общее говорю, заставить, например, здесь 10 человек, ты очень долго их убеждаешь, что вот у тебя есть одно слово, ты сначала убедил, что есть это слово, которое не похоже на другие слова, и второе слово тоже не похоже, взял третье у них слово, переделал его значение и сказал, что до этого не было значения, сложилось три слова, сделал за это вот такую цепочку, ты в курсе, что цепочку ты сложил своими руками, поэтому она немножко дрожит на ветру, ты знаешь, что это как бы торчащая такая щуп, который как бы болтается, но потому что это ты сделал, ты знаешь, что это искусственная вещь, а другие в идеальном случае должны поверить, что это настоящая конструкция, а соответственно, раз все настоящее, то оно должно быть неизыблемо, потому что неизыблемо, ну, настоящее неизыблемо, такое, мне кажется, может быть убеждение, но это вопрос времени, если было изначально чем-то правильным и органичным, оно останется, и тогда как бы все на это нарастет, если это была кость, если это была какая-то странная соринка, какой-то полип, то как то, как конструктор полипа перестанет на него обращать внимание, он сам по себе распадется, потому что нельзя отвернуться и не обращать внимание на неустойчивую вещь, и соответственно, в этом как бы и вопрос, если ты обращаешь на что-то внимание, у тебя есть очень серьезный шаг моральной твоей ответственности, ты должен быть очень хорошо уверен внутри, и тут мы говорим про интуицию, ясность, настоящие вещи, что то, на что ты обращаешь твое внимание, и заставляешь других автоматически смотреть, потому что внимание не так работает, если ты куда-то в одну точку смотришь, как бы все остальные начнут туда смотреть, у меня так дедушка шутил, он мог идти по улице и внезапно начать тыкать пальцем в небо и кричать «НЛО», и в какой-то момент как бы собирались люди, которые начинали его видеть, и дедушка счастливый как бы уходил, это смешная как бы вещь, которая многое мне на самом деле рассказывает, а еще в смысле такое событие как бы сидит, учитель же должен быть харизматичный, возвращаясь к этому, он должен как-то очень специально спокойно сидеть, он не может мельтешить, потому что, опять-таки, учитель – это вечное знание, а вечное знание не может мельтешить, это у тебя блоха какая-то, если она прыгает, и вот он сидит один такой и смотрит в одну точку, все-таки «Вау, мне-то нужно пожрать, мне же нужно на работу, мне же нужно как бы это…» «У меня нет времени так много сидеть, а у него есть, наверное, как бы все, он жестоко инвестировал как бы в это, я пойду ему доверюсь, потому что я про себя знаю, что я не могу провести два часа на одном месте, как бы он их всю жизнь, вот это так, вот это человек-кремень, как бы, вот, а он может быть как бы какой-нибудь трикстер, тролль, ты к ним обратился, а он тебе как бы сделал конструкцию, а у тебя нет варианта, если ты прям поверил ему, что если твоя система координат – это учитель, то как бы ты должен принять, как бы, эту шутку, и все, а где кто опять-таки скажет, что это было по-настоящему или нет, а тебе с этим жить, как бы, и это будет теперь на тебя влиять, чем больше ты в это поверишь, тем больше это на тебя будет влиять, и тут возникает странный парадокс, что если ты обращаешься за знанием не туда, веря, потом меняешь сам, как бы меняется твоя вера, ты не знаешь, куда идешь, то чего ты с этим делаешь, а кому верить, как бы, а вот где этот институт, как бы, проверки, его нет. Я очень мало сейчас, я читаю практические, я читал практические штуки, а философия у меня просто, ну, не оседает в башке, я, правда, пробовал Канта, я поражал, потому что Кант на первых тридцати страницах критики чистого разума объяснял, что эта книжка не то, не то, сейчас он будет говорить не эти слова, который знает не это, не это, и потом, чувак, ты можешь, как бы, знаешь, такой, немного, как бы, нервный, как бы, извиняющийся человек на вечеринке, как бы, пытаешься соблазнить девушку, как бы, объясняя, что, как бы, все, что она знает о мире, это не совсем то, и поэтому, как бы, она должна ему дать, как бы, потому что он ровно то, как бы, что она искала, и это оно. Математика, культура, ну, то есть, глобально области знания, которые есть у людей, и сейчас, как бы, я возьму крупную культуру, как бы, большими, и, там, науку, всю сразу, да, потому что, мне кажется, что мы можем разделить сейчас для удобства на две такие большие части, культура и наука. Я в целом считаю, что необходимо просто этим заниматься, потому что и то, и другое, это максимально бесполезная деятельность. И эта деятельность, которая, как бы, по своей, опять-таки, сути, абсолютно бескорыстна, и она в своей бескорыстии, как бы, сложна и направлена на познание того, как устроен мир. И это и есть, наверное, как бы, единственное, честное, хорошее, чем можно заниматься. Все остальное, ну, понятно, что, если начать разбирать, опять-таки, эти вещи, то и там, и там, есть исключения, там, и там, как бы, есть тонкость уже, как бы, начинается, да, насколько там бескорыстна и та или другая часть, насколько она может быть полезна. Но это, как бы, просто следствие того, что мир сложный. По своей изначальной сути, они занимают, ну, как бы, и то, и другое занимаются одними и тем же. И то, и другое, это способ описания мира. Просто не некоторая, как бы, система, система науки, она больше про фиксацию и про воспроизводимый опыт. Система культуры про невоспроизводимый опыт. Соответственно, это просто, как бы, две частички, как бы, мира, по сути, как бы, физическая, как бы, и не физическая, бесформенная. Но они, как бы, не могут, как бы, друг без друга, как бы, находиться, потому что культура легко может задать некоторое предположение, которое сама не будет, может, даже проверять, потому что, опять-таки, искусству не нужно себя оправдывать, просто потому что искусство про интуицию, а оправдывать интуицию, это глупо, это значит, как бы, ты не, ну, значит, ты не испытал это, соответственно, как бы, ты пытаешься другим объяснить, как бы, что ты испытал. И это, как бы, делает немного, как бы, неловким всю ситуацию. А наука немного про другое, как бы, если, как бы, она должна зафиксировать или разобрать на части, почему, там, ты можешь переделать вот этот кусок мира. То есть, как бы, если интуиция, это больше органика природная, то наука, это больше, как бы, следствие человеческо-физического, в том смысле, что наука должна преодолеть природу. Наука должна разобраться, как работает природа, и для того, чтобы поместить нас в более подходящие, не убивающие нас в идеале, да, более сохраняющие нас, как эти кожаные мешочки, как бы, ребят, как бы, в этом смысле наука, как бы, является нашим панцирем. Животное, наука, это в каком-то смысле наша осознанная эволюция. Животное, как бы, не понимает, почему оно умирает, потому что у него шея короткая, как бы, не может съесть лист, как бы, и оно просто такое, ну, в такой день, как бы, и это, а если бы, как бы, а у человека такой, так, что-то шея короткая, давай-ка, подожди, секунду, дайте сейчас шею вытянут, все, ешь лист, иди, как бы, вот, молодец, как бы, все-таки, вау, чувак, так классно сделал, как бы, а там, как бы, сидит другой, говорит, что такое лис, зачем нам есть, как бы, можем есть что-то еще, как бы, да, вот, мне кажется, такое, поэтому и тем и другим важно заниматься. Читать, читать это что, как бы, читать как процесс, знаешь, можно же читать такую, как бы, ересь, как бы, что это же не является чтением, то есть чтение, это же не просто ты глазом смотришь на буквы, чтение, это, ну, это в каком-то смысле думание, или, может быть, это способ, как бы, стартер думания, да, либо это процесс приятный, можно получать от чтения удовольствия, просто потому что ты можешь смотреть на какой-то красивый предмет и получать от этого удовольствие, это твое эстетическое переживание. И в этом смысле вопрос такой, важно ли, чтобы человек какой-то потратил свое время на то, чтобы пережить эстетическое, какую-то, ценность какую-то, эстетическое, автоматически, конечно, в таком случае ответ будет, да, важно, потому что вообще-то, как бы, люди должны помнить и знать про хорошие вещи. Но это, напрямую, к самому началу беседы, про картирование мира. Если в твоем, как бы, в твоей системе мира не представлена никаким образом красота, да, такая некоторая естественная красота, она очень природная, она очень естественная, очень понятная, то это значит, что ты не знаешь о чем большой части функционирования мира. И это проблема, потому что, если ты не знаешь об этом, скорее всего, твои поступки могут оказаться деструктивными для тех людей, которые знают об этом, потому что, как бы, ну, это, как бы, система варварства. Ну, можно ли воспитывать и обучать этому? Наверное, в этом смысле образование, да, но это не образование, это, скорее, воспитание, воспитание, что, которое, как бы, закладывается, и вот это уже процесс, который, как бы, совсем не, как бы, как не отцу, как бы, непонятен, как происходит. Но, да, ты должен, как бы, какими-то разными частями показывать каким-то людям, что есть вот это еще, вот это еще, вот это еще, вот это еще, а вот это плохое, а вот это хорошее, вот это плохое, вот это хорошее. Опять-таки, плохое и хорошее тоже в формате созидательное, разрушительное, созидательное, разрушительное, потому что, скорее всего, это некоторый диалог между постоянным возникновением и распадом структур, и, наверное, у человека должно быть какое-то представление о том, какие структуры создаются, какие распадаются, в идеале, почему это происходит, а еще дальше, чтобы он хотел создать эти структуры и разваливать плохие структуры. То есть, в каком-то смысле, может же быть 10 человек направлено на то, что он разрушает плохие структуры, которые заведомо, опять-таки, тут не беру моральную сторону, почему он так решил, но, допустим, он хороший человек, глобальное созидание, но его работа, искать все, ну, садовник, садовник, хорошая работа, но я думал еще об этом, потому что, конечно, сад это удивительная вещь, парки и сады, потому что, в целом, это манифест человека, что он может хоть как-то покорить природу, поэтому это не очень хороший человек, потому что в таком случае, в такой системе координации садовник становится наймитом человека, который ограничивает кусок природной территории, превращая ее в вечно застывший сад, сделанный таким образом, чтобы всей формой другим людям вокруг напоминать, что владелец этого сада контролирует, контролирует, по сути, ничто не другое, как природу, но делает еще в этот момент не своими руками, и внутри этого зеленого парка насаждения, который является образом леса и настоящей природы, ставится еще архитектурное сооружение, максимально большая усадьба, которая является в идеале венцом инженерной мысли человека, соответственно, классный чувак в идеале с такой усадьбой, он посылает сигнал, что у него вообще все схвачено, он, между прочим, контролирует и науку, и природу. А как он это контролирует? А контролирует это через систему эстетических параметров, по сути, через искусство. И все это вместе является большим шаром влияния на других, потому что все стоят, ты что, не контролируешь ничего? Ну, тогда давай, я тебя тоже буду контролировать, раз ты ничего не контролируешь, раз ты не можешь. История – это знание. Есть один человек, который говорит, что у него есть знание, как было раньше, и, соответственно, сейчас он может тебе передать эти знания, и ты, поскольку ты же понимаешь, что если раньше было так, то сейчас я использую это, могу сделать свое будущее, потому что, опять-таки, если ты доверяешь человеку, который тебе дает вот этот кусок понимания прошлого, который ты не можешь воспроизвести, ты должен ему доверять, потому что на основе этого полученного знания ты будешь строить свои дальнейшие шаги. И тут у меня могут быть какие-то вопросы. Про историю, про культуру, мне понятны основные вехи, мне понятно, как они привязаны к человеку, мне не очень нужно знать 20 разновидностей художников-ренессанса, как бы второго, как бы, за пределами этого садового кольца культурологического, ну, потому что это не является предметом моего интереса, потому что для меня, скорее, ренессанс важен как явление, а мне важен, как бы, романтизм как явление, я готов, как бы, к, я готов даже к неправильному восприятию со своей стороны, я готов к ошибке своего восприятия, но до тех пор, пока это укладывается в мою систему координат, я не буду с этим ничего делать, потому что, почему я сказал романтизм, потому что, как бы, моя, вообще, как бы, любимая, внутренняя, любимая, как бы, ценная мне мысль, то, что все, что я люблю про искусство, там, в 20 веке, все началось, как бы, не с какой-нибудь там импрессионизма, и то, что гоняли за то, что они рисовать не умели, а с того, что человек романтизма столкнулся с тем, что, как бы, у него, как бы, может быть грязь под ногтями, и вообще он от этого, как бы, не умирает, а он такой есть, как бы, и вот, как бы, есть он природа, а где есть он, там у него, простите, сразу есть голос, личность, и, как бы, появляется вот эта какая-то личность, которая может быть странной, не личность, которая с большой буквы Ч, а вот такая маленькая личинка личности, и ее тоже, видимо, нужно как-то воспринимать, любить и знать, потому что, сори, не все большие личности. И это сразу изменило все, потому что это начало ломать иерархию, потому что иерархия – это восходящее движение, соответственно, у тебя в конце иерархии должна быть суперличность. А если тебе говорят, нет, давайте посмотрим вниз, все такие, слушайте, нас же не внизу-то больше, может, мы еще глубже посмотрим, может быть, нас 100 человек, если мы вниз посмотрим, мы еще тысячу найдем, мы, во-первых, для них станем, будем личностью побольше, но просто раньше мы даже не знали, что они существуют, может быть, они ничего классного, может быть, они веселые просто, там сидит воспитанный и очень хороший, и ничего не дает нам делать, а с этими весело, и у тебя уже есть другая система взаимоотношений, а весело – это тоже важный процесс, нужно, чтобы было как-то увлекательно, в хорошем смысле. Разница между вот этими тремя направлениями – дизайн, искусство и иллюстрация – она одновременно, ну, это просто разные типы деятельности, которые занимаются, на самом деле, очень разными вещами. Иллюстрация – это фантазийная сюжетная картинка, чаще всего направленная на то, чтобы встроиться в то, что создается дизайнерами, которые конструируют некоторые визуальные системы для того, чтобы это стало частью настоящего масс-медийного мира культуры. Культура в этот момент разделяет культуру от искусства и сопротивляется, поэтому то, что становится паблик-артами, и это отношение к дизайну, и поэтому они конструируют новые некоторые идеи, которые должны повлечь людей. Искусство, которое говорит, что нет, отстаньте, пожалуйста, не надо нам больше людей, нам бы с самими разобраться, давайте мы не будем это так называть, можно, пожалуйста, делать это не таким привлекательным, сейчас все слетятся. И вот они все вместе живут, и при всем при этом есть какие-то очень честные, люди в этом нечестные, есть дизайнеры, которые занимаются очень хорошей вещью, они просто пытаются по-честному структурировать то, что происходит. Потому что дизайн тоже делится на оформление и структурирование. Есть абсолютно, ну, то есть дизайн, как бы в этом смысле, инженерная вещь. Я не верю в какую-то вот эту рекламную деятельность, я верю в эстетику и верю в инженерию, потому что она тоже, опять-таки, часть нашей физической среды, и невозможно отказаться от того, что мы находимся в какой-то физической среде. Ну, то есть это странно просто, это, конечно, как бы это снобство, так считать. Поэтому дальше возникает, как бы, вопрос, просто что ты делаешь? Ты рисуешь глянцевую клубничку для того, чтобы больше людей съело вот эту конфетку. Как бы, нужно ли это тебе? Да вообще-то не нужно. Ну, как бы, ты, как бы, сейчас делаешь какой-то классный знак, который должен подойти к вот этой группе людей, просто потому что ты знаешь, что они любят такие знаки, соответственно, они будут, как бы, пользоваться услугами этого. Это хорошая деятельность или плохая? А ты, как бы, а этот ответ очень простой, как бы, та деятельность, которая предлагает, ну, вот эта услуга, которая предлагается, она на самом деле хорошая, на самом деле по-честному про них или не про них. Соответственно, ты врешь или не врешь? Очень, как бы, это очень простой, как бы, для меня. Везде, как бы, существует просто одна градация для измерения того, что происходит в профессии. Каждый, кто занимается, должен иметь возможность ответить себе, просто себе, он врет или не врет. Я уверен, что все люди очень хорошо знают это про себя. И поэтому дальше уж чем, как бы, ты занимаешься, это уже вообще не важно. И поэтому в этом смысле градации между этими профессиями нет. Потому что если ты не врешь, все остальное для тебя просто формальные части, это просто инструмент. Если ты считаешь, что ты не врешь и что-то, что ты хочешь сделать, ты можешь лучше всего изменить в этой области, ты это просто делаешь. И вот. Так получилось, что у меня какие-то разные, как бы, были профессиональные опыты. И, наверное, просто математически на уровне какого-то исключения, пока я искал, где я чуть точнее, наверное, могу говорить, точнее, свободнее, может быть, даже. Свободнее не от самого себя, а свободнее как раз от внешних рамок. Мне нужно было потерять функцию, мне нужно в какой-то момент было потерять красоту изображаемого. Мне нужно было утерять какие-то вещи для того, чтобы на выходе осталось что-то, что раньше можно было бы считать как это или это, или это. Мне нужно было для этого убрать все эти пласты и сказать, что этим я не занимаюсь. Чем, что осталось в итоге, чем я занимаюсь, я не знаю. Но я им занимаюсь достаточно долго для того, чтобы понять, что да, я занимаюсь именно этим. У меня нет ответа, насколько я встроен, если говорить про настоящую какую-то теорию, насколько я встроен в конструкт институции современного искусства. Вообще не очевидно. Иногда мне кажется, что я артбрюд-художник. Насколько мне это нужно, неизвестно. Мне особенно не нужно. У меня достаточное количество общений происходит по делу, по профессии с другими ребятами, которые этим занимаются. То есть больше какого-то, более плотной, наверное, особенно и нет. Все очень органично, само собой идет. Поэтому я этим занимаюсь, потому что я не могу этим не заниматься. Потому что я с тем уже успехом мог бы тексты писать. И это, может быть, в какой-то момент и произойдет, потому что тексты писать, с одной стороны, сложнее, потому что фигурка кривая. Без текста очень много себя содержит, а текст, он очень конкретен. Он в каком-то смысле всегда решетка. Потому что, опять-таки, потому что слова чуть более ограничены, и они очень много могут значить конкретных вещей. То, что Бретон появился и есть такое, с текстом и сеткой, это тоже следствие того, что можно взять и расшатать. Потому что это очень важно. 20 век весь посвящен тому, чтобы взять, немножко надломить, проверить. 20 век это такой ребенок с палкой, которого без присмотра оставили на какое-то время родители. И он даже не знает ничего, он не то, что хороший или плохой, он немного не в курсе, как все вокруг устроено. Ему просто что-то интересно, и он бесится, как бы бегает, иногда что-то ломает, но в целом, как бы, все вроде, как бы, ок. Но ему просто очень интересно. И он все хочет, как бы, разобрать, как бы, и вот из-за этого, из-за этого, из-за этого, из-за этого. Все, уже, как бы, процесс невозможно остановить, потому что выяснилось. То есть, раньше, как бы, мы все, как бы, жили, были все понятные коробочки, и не нужно было ничего трогать, потому что коробочки не трогаем, здесь ходим аккуратно. Потом, ну, как-то получилось так, ну, кто-то, как бы, открыл, короче, подождите, там столько всего, а это остальное, что-то, тоже коробочки были? Так, ребят, пойдем коробочки открывать. И все сидят, как бы, открывают коробочки. А в коробочках, некоторых, еще коробочки, как бы, там еще коробочки, где-то, где-то там. те которые ищут то о чем ты говоришь через вот это сейчас коммуникацию глазами я думаю те все уже по-честному нашли ну может быть не так до конца как те все нашли и может быть разница бы во всех опять-таки просить профессии в этом все остальное то что ты если чуть-чуть нашел что куда-то хотел посмотреть и ты понял и уже поверил что там куда-то смотришь там это есть то наверное ты все остальное свою деятельность если ты нормальный человек будешь так или иначе посвящать какой-то кусок времени на то чтобы кому-то сказать что можно посмотреть кое-куда еще но для того что опять-таки все усложняется нельзя уже к сожалению просто показать это так и сказать что там есть вот ну тебе во первых как бы могут не поверить потому что мы знаем что мир очень сложный простым словам невозможно поверить мы знаем что есть очень разные люди профессии то и то и мы знаем и вообще всего вокруг так много что очень сложно смотреть как бы мы не видим это поэтому нам нужно создавать специальные очаги на которые кто-то может обратить внимание и разница в том что есть очаги которые ведут в в один центр а есть очаги которые ведут в другой центр и это как бы есть разница профессии искусство это тип деятельности ну это это просто тип деятельности потому что наверное 7 веков назад я бы тебе ответил по-другому но сейчас мне кажется что это просто тип деятельности а потому что это настолько как бы сложно сочиненный сложно структурированный организм который включать себя вообще все и даже то чего еще не включил он уже заведомо включает просто потому что ну кому-то как бы еще не может не было это интересно и люди нам руки не дошли и поэтому в целом искусство это искусство а а дальше нужно разбираться поэтому это просто инструмент это как наука вот это очень интересный момент что такое наука как бы особенно нельзя спросить что такое искусство можно спросить то есть как бы ученый не может прийти в абстракт ученый не может прийти на ток-шоу ему спросит скажите что такое наука он немножко наверно как бы ошалеет от этого вопроса потому что ну как вы подали а где начать и так и тут но наверное как бы стоит разбираться с тем хорошо какое искусство вот отношение к чему к тому к тому к тому к тому она же как бы все правда разные вы участники в нем разные темы события вот поэтому как деятельность я думаю что кошету как по сути такому главному дядьке по этому вопросу нужно было бы чуть более радикальным чем может быть даже на самом деле считал потому что когда ты строишь какую-то систему мысли или деятельности и тем более строишь и не для себя для того чтобы еще с другими и разделить скорее всего тебе нужно быть чуть более радикальным для того чтобы исключать полутона в назывании просто потому что это новый конструкт это сверхфокусировка и тебе нужно для того чтобы объяснить что ты имеешь ввиду очень жестко отделять одно от другого тебе лично это не нужно потому что ты сам знаешь хорошо где грань и она у тебя может бесконечно распадаться размываться ты про любое событие в жизни который можешь как бы сказать куда нам принадлежит но для того чтобы передать это тебе нужно ввести термин тебе нужно обозначить что и да вот как бы он сказал вот от идеи но да как бы за этим как бы есть следствием в этом серия работ который как бы разбирает вообще как бы это язык способ мышления такое 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 и это как бы его предметку интереса и вот у него как очень честно как бы это все работает это видно что это честно потому что ну от них фонит несмотря на то что как бы Казалось бы, любой стул в любой галерее, все что угодно может стоять. На самом деле там становится понятно, что фонит именно поэтому фонит не от стула, не от того, что распечатан текст, а фонит от того, что в этот момент в мозге образовывается другая нейронная цепочка, которая самоосознает себя. То есть смысл Кошутов в том, что какие-то люди смогли чуть больше самоосознать, что вот это части соединены на самом деле, что между этими городами есть магистраль, о которой просто они не знали. Проявлена она или построена была кое-что, вообще неважно. Магистраль есть, хорошо, можем по ней ездить. Дальше начали ездить по ней, встречаясь города, которые между ними, оказывается, тоже были расположены. И поэтому то, что там Бальдесари, тот же самый концептуалист, который на самом деле вообще-то ни разу не концептуалист, он еще больше панк, потому что это же очень смешно, что он делает. Это смешно, потому что это концептуализм. Потому что это не концептуализм. Ну, в том смысле, что это не радикальный умный концептуализм, а это шутка. Но это шутка такого уровня мастерства и эстетства, что она не смешная. Что ты осознаешь, что это юмор, что это ирония. А, соответственно, юмор и ирония – это часть ума. Мы знаем, как бы, это часть умственного процесса. Но мы настолько в этот момент ощущаем себя чуть-чуть лучше, потому что нам нравится, что мы умные, что мы от этого ума, мы становимся чуть-чуть прямее. А еще при этом, как бы, это симпатично выглядит, ну, так вообще, как бы, замечательно. Ну, потому что, как бы, когда умные люди у них очень странно пожеванно выглядят, это чуть хуже. А если, как бы, умный, красивый, то вообще, как бы, замечательно. Ну, вот, как бы, лицарь умный, красивый, веселый. Своей историей сжег старые работы, я больше не буду делать скучное искусство. Вот это все, это же, как бы, ну, это самое смешное. Я не исключаю, что, знаешь, у него тоже был какой-то… Сидел ночью, проснулся, такой, вау! Так вот оно все. И, как бы, и конструкция, которая пошла, как бы. У него гениальные просто записки студентам, которые он делал, задания фантастические. Вообще, как бы, вот это, как бы, грани, на самом деле, для меня концептуализм намного сильнее, может быть, привязан к абсурду глобальному, чем к философии. Все люди, которые любят плохой юмор, они уже все его знают. А все люди, которые умные и знают очень хорошо экстрементный мир, они уже все там. Все люди, которые ничего не понимают в искусстве, они уже ничего не понимают в искусстве, но, на самом деле, они просто не знают, что они понимают все про искусство. И, соответственно, как бы, очень часто, как бы, идет разговор о том, что, знаешь, как удивительно, когда ты показываешь человеку стул, описание стула, фотографию стула, он до этого думал, что он не понимает ничего в искусстве, а он говорит, что впервые в жизни я понял, что это в искусстве, потому что мне три раза объяснили, что на что я смотрю. И может ли такое быть, что вот это понимание, что на самом деле он понимает, триггер как бы сработал, и что дальше он пойдет и скажет так, а это, это, значит это, значит это. И, тадам, как в фильме «Одиссея», черный монолит падает, как бы, обезьяны начинают бесноваться, потому что сейчас, как бы, они перестали быть обезьянами, потому что они столкнулись с технологией, которые они не знают, что вообще-то, как это, как бы, может такое быть. Они столкнулись с ощущением знания, и еще, как бы, не готовы его описать. И тут, как бы, навстречу, и могут, как бы, если они будут пытаться объяснить, что с ними произошло сейчас, они могут встретить уже людей, обычно, что в институциях называются медиаторы, 17-летние юноши и девушки, они, как бы, обязательно с удовольствием тебе мило объясняют какую-то базовую вещь вокруг вот этого явления или предмета. Ты такой, ну ничего себе, если у тебя нет внутренней границы, как бы, блока, такой, нет, этого не существует, в моей стиме границат, этому не место, то, если у тебя этого нет, а если такое, ничего себе интересненькое, то даже если ты, как бы, не пойдешь прям мгновенно, как бы, в книжный магазин этой институции, не купишь книжку, чтобы узнать все об этом, но еще два-три раза столкнешься с похожим явлением, то волей-неволей твоя нейронная сеть начнет все простраивать, и тогда у тебя уже, sorry, будет другой человек. Есть же огромное количество людей, которые хотят повесить, там, картину с красивым, летним пейзажем и дома у себя, но и это нормальная часть, потому что это потребность человека. Я даже скорее думаю, что оно обязано существовать в формате некоторой терапии, только оно по понятным причинам, но выделено из того, что может, как бы, считаться процессом современного искусства, просто потому что этот процесс занимается вообще другими вопросами, но оно должно остаться называться искусством, потому что те люди, которые, по сути, являются его зрителями, должны иметь возможность его как-то найти. Они все равно должны использовать слово «картина», «художник», «пейзаж», как бы, они пользуются похожей терминологией, но они ищут чуть-чуть другое. Проблема-то в этом, как бы, начинается со времен искусством, что часто приходят люди, которые ищут, как бы, красивую картину с березками, а получают другое. Это примерно как ты, как бы, есть же, как бы, глобальные проблемы, потому что кофе и растворимый кофе называются одинаково, являются разными напитками. Поэтому, конечно, как бы, если бы растворимый кофе назывался просто «блюкля», то ты бы просто говорил «я люблю «блюклю», а я люблю обычный кофе». Можно бы кофе и два «блюкля». Да это было бы нормально. Нельзя сказать «можно, пожалуйста, кофе, два растворимых кофе». Это невозможно. Соответственно, с искусством то же самое. Есть люди, которым нравится, чтобы дома висел пейзаж. Это психологическая помощь, потому что у тебя сложный день, не знаю, где ты живешь, ты должен иметь постоянное стабильное окно в мир, где тебе хорошо. Это, как бы, икона. Она не может так проговариваться, потому что человек не знает, зачем он это делает. Он не знает, что он получает частичку мира. Он может смотреть и говорить, что мне так хорошо, спокойно, когда на это смотрят. Он через это становится чуть-чуть более нормальным. А может быть, это часть чего-то, что напоминает ему о его прошлом, что делает его тоже нормальным, потому что он помнит в своем прошлом, он помнит какие-то ощущения, когда он был моложе, он помнит ощущение, что автоматически он был моложе, скорее всего, как бы ему было чуть-чуть лучше. И он должен это иметь возможность сделать. Но опять-таки все группы людей, они могут пересекаться. Тебе ничего не мешает как бы бить кашуты и повесить дома красивый пейзаж с березками. А современное искусство, оно-то как раз занимается, наверное, есть у меня ощущение, теми вопросами, на которые вообще никто не обращает внимания. Чем меньше людей обращать внимание на какой-то вопрос, тем, может быть, намного более он на самом деле важный. Просто потому что, если нам не дало какого-то успокоения ответа на те вопросы, которые мы получили, то должен же где-то хоть что-то где-то быть. И это просто некоторый органический процесс. И оно на самом деле тоже делится, все понятно, как бы на категории, потому что есть некоторая часть современного искусства, которая по сути является журналистской работой. Да, есть часть современного искусства, которая является абсолютно декоративной живописью. Ну, просто потому что она так устроена, как бы никто мне никогда в голову не придет это называть тогда. Есть коммерческое современное искусство. И тут опять-таки, я не мыслю категории, мне хорошее и плохое, потому что они для меня не очень, как бы, не очень понимаю работают. Бывает интересное, бывает неинтересное. Оно тоже, все очень комплексное, все очень собрано из каких-то разных задач. Просто потому что мир уже стал такой сложный, что в некотором идеале, проработанном состоянии, вот ребята договорились, что вот это они называют, вот в этих скобках, все современное искусство. А дальше ты уже, как бы, ищешь, ну, какие-то специальные ячейки, которые настроены на то, чтобы прорабатывать именно этот вопрос. И в другие ячейки тебе не надо. Ну, это как в музыке, как бы, ну, глобально есть, там рок, но у него там очень много, почему рок сказал? О, как, ребята, как старпер, смешно, рок, нет такого в стиле музыки. Ой, вот. Я думаю, что есть очень, какие-то очень русские вещи в культурном плане. Даже, я говорю не про какие-то, может быть, не про формальные коды визуальные какие-то, да, вот, которые мы можем себе представить, или, как мы часто говорим, про наш, там, литература-центричность, как бы, или еще что-то, как бы, это тоже, как в смысле формальная часть, это просто через текст чуть проще, может быть, считается, выразить, или текст нужен чуть больше, но, наверное, на уровне, опять-таки, внимания. Но такое, как бы, есть ощущение, ну, то есть я чувствую внутри себя, что, как бы, да, у меня, наверное, есть вот это, как бы, на связи. Но я вырос тут, как бы, да, я очень много, как бы, про это, как бы, чувствовал всю свою жизнь, потому что это было рядом. Если бы я был вырос в другой бы стране, вот это был бы, как бы, более, наверное, интересный вопрос, если бы я вырос в другой стране, но вся моя профессиональная деятельность, например, осталась бы такой, как была. Как бы я ощущал, но это невозможно, как бы, испытать, поэтому, как бы, я не знаю. Да, я ощущаю то, что есть. Я ощущаю, вообще, я думаю, идентичности никуда не делась, они все равно, как в любых культур, они просто стали сложнее. Да, но тут понятно, что, как бы, игроков, как бы, чуть больше. Мне, например, вообще не понять, что такое японское искусство, современное, если говорить про это. Я не могу вычленить что-то, как бы, что было бы каким-то признаком, который я подумал бы, что вот оно отличает. Оно для меня все равно кажется странным. Ну, то есть я яpонское современное искусство не отличу от европейского современного искусства. Ну понятно, что я говорю, если анимешных героев там не нарисовать, ну вот про такое, оно такое же, но какое-то другое, там есть какая-то другая вибрация, а о чем, почему она нет? Американское от европейского можно как бы отличить, европейское большое, все внутри себя тоже, в целом на самом деле оно примерно одинаковое, а у русского какая-то другая штука. Но опять-таки русское современное искусство, оно такое небольшое, это закрытый джентльменский клуб, потому что история у него сложная, может быть вот эта сложность этой истории тоже является важным геном, который остался, и даже мы не испытывая это на своей шкуре, мы все равно так или иначе его с собой тянем, потому что когда мы сделали выбор, что мы идем туда, то мы автоматически впитали в себя все вот это, потому что у нас не было желания разрушать эту систему. Система, в которую мы шли, была настолько уязвима изначально, что конечно к этому нечего было рушить, тем, которые хотели бы ее разрушить, она не могла бы представить интереса, потому что она была слишком слаба. Соответственно, это некоторое прибежище, но немножко все равно, таких специальных ребят, которые там нашли себе место, и что это за клуб? Мне тоже как бы не очевидно, очень разное все. Думать все-таки больше как бы люди могут текстом, чем картинками, то есть думать картинками, я вот не умею, я все равно думаю текстом. Не знаю, если, мне говорили некоторые люди, что вот я думаю картинками, я верил, видя, как они работают, я верил, что они думают картинками. Соответственно, если ты думаешь картинкой, ты не можешь перевести ее в текст, потому что ты уже ее подумал. Текст перевести в картинку можно, но тоже опять-таки, ты текстом можешь создать некоторую рамку, поле, на котором ты выкладываешь, условно, картинка, говоришь, вот эта картинка на этом поле из этого текста. Вы воспринимайте, пожалуйста, ее вот именно такой, как она есть, вот именно на этой рамке, потому что если я изменю, как бы поднос другой дам, то это будет вообще другой. Тут не совсем про картинку важно, про то, что опять-таки внутри этой картинки есть что-то, что вот дает натяжение. Я думаю, что сам по себе момент, то, что я это описываю таким немного костным, но очень старательным языком, это часть вот этого гена литературоцентричности. Понимаешь, для меня это скорее вот об этом, что сама по себе картинка ничего не значит, потому что мы знаем, что может быть фига в кармане.